Здравствуйте, это 343 выпуск студенческой миграции в Австралию. Посвятим его в основном вопросам обучения в Австралии, житейским. Ну и под конец дадим даже один рецепт. Нас спрашивают, что лучше делать, все-таки страховку ГУПу или Медибанк Private? Если честно, вообще 5 или 6 компаний делают Overseas Student Health Cover, то есть медицинское страхование иностранных студентов в Австралии. Но по цене и по качеству, в общем-то, наверное, в действительности ГУПа и Медибанк лучшие. В общем-то, наш опыт работы с AHM, Australian Health Management, был негативен от работы с этой компанией. Очень советовал отказаться я, все ребята были недовольны этой компанией. В конце концов, оборудовательная группа отказалась от работы с этой компанией. В общем-то, очень мало учебных заведений и людей напрямую работают с AHM, соответственно, БУПа и Медибанк. БУПа дает лучше условия. БУПа дает 100% покрытие ваших расходов, если вы идете в определенный список медицинских учреждений, терапевтов. Таким образом, возврат с БУПой лучше. По цене БУПа и Медибанк для одиночных страховщиков, то есть, когда студент едет один и без семьи, практически одинаково. БУПа немножко лучше. Когда же речь идет о семье, то в этом случае единственная компания, которая делает просто двойную цену за семейную страховку, двойную одиночную цену, это Медибанк. Поэтому давайте все семьи делать все-таки с Медибанком. За исключением, когда очень много людей, допустим, семья едет из шести, предположим, из пяти человек, такие прецеденты были. Соответственно, в этом случае, наверное, лучше все-таки БУПа, потому что суммарная стоимость всех билов и выгода, которую вы получите из той же самой БУПой, которая умножает на 3, а не на 2, то есть стоимость, но при этом гораздо больше денег возвращает, наверное, перевесит. В основном же, давайте так говорить, одиночки БУПа семьи Медибанк. Очень рекомендовал бы вам даже в случае Медибанка, потому что БУПа, я являюсь представителем БУПы, все это делается со мной легко. С колледжем вот уже у Александра Митричева возникли некоторые вопросы по страховке. К сожалению, делаю ее не я, поэтому придется разбираться с колледжем. Если бы делал я, опять-таки, все было бы проще. В случае Медибанка давайте тоже в этом случае делать это через меня, но я не являюсь представителем Медибанка, у меня нет материальной заинтересованности, просто мне это чисто по интерфейсу достаточно легко делать. Если, не дай бог, будет такое, что у вас будет отказ и вы уже проплатили, в этом случае мне гораздо легче возвращать деньги, чем вам это делать. Что касается вопроса, почему мы не делаем work and study, вот у расперсонала гарантирована работа у вас, скажем так, work and study это созвучная work and travel американская в основном система. Создана эта система в Австралии фактически для обмана клиента, потому что на самом деле это обычная студенческая виза, обычная четырехмесячная с 3-3,5 месяца обучением. Позволяет в действительности работать, но то, что вам дают делать в том же самом рост персонале, это то, что является фикцией, потому что, во-первых, это работа, которую дает учебное заведение, а все учебные заведения, вне зависимости от того, платите вы за это или нет, все вам ищут ту или иную работу и находят ее, но дело в том, что от работы, которая 10-15 долларов в час и 20 часов в неделю, от 200-300 долларов в неделю вы счастливы, наверное, не будете. И то, если это получится. Поэтому я не думаю, что это хороший вариант, и я не думаю, что нам следует лгать людям и говорить что-то о каких-то программах в work and study. Есть обычная студенческая виза, на данный момент это 570 виза, по ней добро пожаловать, можете работать, соответственно, учеба вам обойдется как минимум на 2,5 тысячи дешевле, чем у того же рост персонала за тот же самый промежуток времени, то есть 4 месяца. Так что добро пожаловать и гарантировать работу, естественно, никто не может никому, просто потому, что есть люди, которых на работу не возьмут никогда, а если и возьмут, будут платить очень мало, поэтому все это, скажем так, болтовня и все это обман человека. Students International делает два десятка языковых школ, а вы лишь одно. Почему? Ну, начнем с того, что Students International как минимум в 18 лет на этом рынке занимается. В свое время это была фактически компания «Монополист». Именно тогда она установила большинство своих отношений, эксклюзивных договоров и, в общем-то, у них в действительности есть несколько десятков школ. Но основной принцип – это не дать людям огромный выбор. Основной принцип – это выбрать самые лучшие школы и сконцентрироваться, грубо говоря, на направлении главного удара. Поймите, что ни одна компания на русском рынке не может дать колледжу больше, чем 100 студентов языковиков в год. Вот мы к этому моменту пришли в луице, что, по всей видимости, следующий год, наверное, таким и станет. Или в среднем у нас где-то подойдет к 100 человекам в год. Но, если вы привозите около 100 человек, в этом случае вы значите, ваши студенты значат, и для ваших студентов, и для вас что-то делается. Если вы привозите не более 5-10 студентов в год, в школе вы не особенно важны. Есть рынки, которые в 10-15 раз больше вас, и обслуживать в основном будут эти рынки. В Лодз колледже мы добились того, что обслуживают в основном нас. Потому что другие рынки, как китайский, корейский, они не очень заботятся о своих студентах. Соответственно, качество даже студента российского выше, потому что это европеец. К сожалению, то, что считается золотым треугольником, то есть, этнический состав национальности для наибольшей привлекательности колледжа должен быть треть азиаты, треть европейцы и треть все остальные. Так вот, мы подошли к этому, другим немножко тяжелее к этому подойти. И мы это сделали с помощью наших русских студентов. Таким образом, без нас ловится будет достаточно тяжело, и люди это ценят. То есть, такая, в общем-то, нехитрая политика концентрации усилий на направлении главного удара приводит к тому, что мы добились достаточно низкой цены, достаточно высокого качества. Несмотря на то, что, да, в действительности бывают эксцессы, но, к сожалению, фактор случая бывает везде. Поэтому, вот, количеством брать не стоит. Надо брать одну или несколько школ. Ну, у нас до десятка школ. Но во многие мы просто не посылаем людей, потому что нет смысла платить за какую-то школу 250, если можно за такую же школу заплатить 150. И даже эта школа будет лучше. Поэтому, что делать, но мы не гонимся за количеством школ. Мы гонимся за количеством студентов и качеством их обучения. Насколько мы можем это сделать? Вы говорите об учителях более высокого уровня, шлюете слишком сложные материалы. Я думаю, это об академическом материале. А как бы тем, чей уровень английского недостаточен? Отличный вопрос, и на него ответить надо однозначно. Мое твердое убеждение, что вы должны выучить английский язык до уровня, как минимум, при интермедии дома. В общем-то, в общей сложности вам дастся, даже если вы поедете на пакет или просто на английский язык, скорее всего, вам дастся 48 плюс 12. 60 недель английского языка. Я не вижу, как может средний студент за 60 недель выйти с уровня, предположим, beginner на уровень все 6. А порой требуется все 7, а иногда и все 7,5 по шкале IELTS. Извините меня, если вы говорите, да я бы хотел поехать на год английского и потом податься на что-то в медицине. Что-то в медицине начинается от 6,5 средней IELTS. А иногда просто все модули не менее чем 6,5. С уровня beginner вы за 48 недель этого не достигнете. Поэтому давайте так, ребята. Делаем все, что можно, но учим английский язык до уровня при интермедиат дома. Если же вы приезжаете с уровнем beginner, вы делаете большие проблемы для себя, потому что вам придется платить дополнительные деньги и разгоняться 10-20 недель до уровня при интермедиат в Австралии. Это дорого. И к тому же я не могу концентрироваться на всех преподавателях сразу. Мы обеспечили достаточно хороший преподавательский состав и достаточно хороший подъем уровня на утренних и на вечерних, особенно, часах, классах с уровнем при интермедиат, грубо говоря, начиная с Дэвида. Но уровень при beginner, beginner, elementary – это те уровни, куда трудно пригласить очень хороших учителей и добиться очень хорошего прогресса. Поверьте мне, проскочить три уровня, допустим, при beginner, beginner, elementary – это гораздо сложнее, чем проскочить при intermediate, intermediate и upper-intermediate. Согласен, на самых высоких уровнях прогресс идет опять потяжелее, но это уровень, когда вам надо прогрессировать с 7-ки до 8-ки, аэлс – это уже другие уровни. В нашем случае вы должны понимать, что существуют все возможности достичь вами уровня pre-intermediate в России. К сожалению, я в действительности ориентируюсь больше на тех, кто занимается pre-intermediate, потому что чисто букварь высылать вам не имеет смысла. Помогать вам на самых низших уровнях тоже не имеет смысла, потому что, опять-таки, это сделать легко и сделать легко в России. Я же должен делать, как говорится, топ-ап, я должен помогать людям тогда, когда они не могут получить эту помощь у себя дома. Могу сказать, что в многих небольших городах, районах, на районах-центрах, предположим, Российской Федерации и других республик, вы просто не найдете преподавателя очень высокого уровня, но до уровня pre-intermediate вас довезти могут буквально в любом уголке России. Поэтому, пожалуйста, давайте это для вашей пользы. Не надо кормить образовательных агентов, в том числе и меня, чтобы вам болтаться на самом низу. Если вы решили, скажем так, ехать учиться, попробуйте, даже если это у вас займет полгода, год, но попробуйте, пусть это с нуля, но все-таки доведите до pre-intermediate ваш уровень английского языка. И последний вопрос. Вы обещали рецепт майонеза без яиц. Расскажите. Если мы говорим о майонезе без яиц, то в действительности этот рецепт я почерпнул не сам. Мне его одна из фрунчанок, в общем-то, как-то поставила, и я забыл его. Найти я его не смог вовремя, но то, что помнил, то сделал. Этот майонез я назвал по своему рецепту, скажем так. Я его назвал майонез под колокольного переулка. Как говорится, наше любимое посольство в Москве находится там, поэтому назвал его так. Так, берется полстакана молока, полстакана масла, или чуть больше. Я беру обезжиренное молоко, то есть с нулевым процентом жирности. И оливковое масло, Virgin, то есть самое лучшее оливковое масло. Но к полной чайной ложке горчицы я еще добавляю две дольки чеснока. Ну, скажем так, придать особую остроту все-таки наше посольство. Оно так, с одной стороны, ароматно пахнет, с другой стороны, этот запах на любителя. А вот, можно добавлять немножко соли, я не добавляю. И взбиваю миксером до того, когда, в общем-то, эта масса начинает быть достаточно густой. После этого выдавливаю туда сок одного лимона. И еще продолжаю взбивание. Получается вот такая субстанция, очень похожая на майонез, но очень отличная от майонеза, потому что она почти не содержит холестерина. Ну, естественно, не с маслом, он не такое вредное, или, можно сказать, даже очень полезное. И есть у меня специальный салат. Салат я назвал именем одной из самых известных миграционных офицеров посольства. Вот, как-то я его приготовлю. Салат шикарнейший, вот как раз он делается с вот этим вот майонезом. Спасибо.